Валерий Валентинович. Ну, сейчас, судя решат. Продолжен, по-видимому, будет поединок. Продолжается поединок, да. Ну, вот, видите, опять... А за сбивание ударом Марат Колобеков, я думаю, получил балл. Один балл спортсмену Краснеку. И еще получил балл за выведение из равновесия. Сейчас он атакует, вот он сверху. И, видимо, будет пытаться, да, срочно завершить поединок. Так, вот переходим к болевой прием. Более опытный, да. Все, рыча на лёгке за охватом руки между ног. Досрочная победа. И достаточно быстрая. Марат Колобеков, сборная команды Республики Дагестан, одерживает победу над Константином Тарасенко, город Владимир. Марат Колобеков очень самобытный такой, интересный, зрелищный спортсмен. С большим потенциалом. К сожалению, мы не можем вам показать его финального поединка Сергеем Галяевым. Как я уже сказал, что он не случился, этот поединок. Так, как Сергей Галяев получил в одном из предварительных поединков травму и не смог выйти вот на финал. Конечно, жалко, что финального поединка в весовой категории до 74 килограммов не случилось. И Марат Колобеков без поединка занял первое место. И вот на пьедестале победитель и призеры весовой категории до 74 килограммов. В третье место завоевал представитель Санкт-Петербурга Муса Хаманаев, кандидат в мастера спорта. Серебряным призером стал представитель Санкт-Петербурга Сергей Галяев. И вот чемпиона мы видим Марата Колобекова, мастер спорта из Республики Дагестан. Тренируется под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Весовая категория до 82 килограммов. Мы сейчас наблюдаем выход на ковер. Махмуда Мусалова. Это представитель сборной команды Москвы, кандидат в мастера спорта. Является серебряным призером чемпионата Москвы. Также серебряным призером международного турнира в городе Жуковском. И вот его оппонент или его соперник Руслан Хасханов, представитель сборной команды Чеченской Республики, мастер спорта. По-моему, он является, Руслан, бронзовым призером чемпионата мира, Валерий Владимирович. Да, да. Бронзовый призер чемпионата мира. Очень опытный спортсмен. И конкретно очень сильный представитель, специалист по болевым приемам и удушениям. Но Махмуд Мусалов обладает нокаутирующими ударами рук. Часто это использует, но посмотрим, чем закончится этот поединок. Конечно, более именитым является здесь Руслан Хасханов. И вот он пытается закончить досрочно болевым приемом. Вот скрутку стопы как раз пытается провести, не получилось. Да, по-моему, он и пытался растяжение голеностопного сустава и ущемление Ахиллесова сухожилия сделать. И вот сейчас он сверху, плотный такой, в плотных захватах. Ну, не дает прижаться, да, Махмуд. Достаточно квалифицированно сдерживает противник. Но это не победная ситуация для Махмуда. Как раз в этой ситуации, когда он на спине, он не любит этого положения. Поскольку статическое положение, судья возвращает спортсменов в стойку. Сейчас поединок будет продолжаться в исходном положении, стоя. Руслан Хасханов тренируется под руководством тренера Сайпуддина Абубакарова. Как мы уже сказали, достаточно именитый спортсмен. В равной степени обладает как ударной техникой, так и мастерством проведения болевых приемов. В недавнем прошлом Махмуд Мусалов в поединках участвовал в весовой категории до 74 килограмма. Сейчас перешел в более тяжелую весовую категорию до 82 килограмма. Ну вот, по-видимому, в категории удачных бросков можно отнести, да? Ну да, сбивание такое с падением все-таки провел захватом ног Руслан Хасханов. И опять переходит на свои коронки, на скрутку стопы. Ну, скорее всего, доведет он здесь до конца, да, видимо, сдач. Все, да, досрочная победа. А это был финальный поединок весовой категории до 82 килограммов. И Руслан Хасханов сумел одержать победу в этом поединке. И именитый спортсмен из Чеченской республики, мастер спорта. Махмуд Мусалов занял, соответственно, второе место и стал серебряным призером весовой категории до 82 килограммов. 23 года Руслану Хасханову. И также практически 23 года Махмуду Мусалову. В марте месяце 23 года исполняется Махмуду. Итак, весовую категорию до 82 килограммов. Победители и призеры распределили таким образом свои награды. Бронзовым призером стал Сергей Новичков, представитель сборной команды Московской области. Серебряный Махмуд Мусалов. И чемпион Руслан Хасханов, Чеченская республика. Махмуд Мусалов представлял сборную команды Москвы. Весовая категория до 90 килограммов, да, Валерий Валентинович? Камиль Зайпулай. Да, достаточно грозный спортсмен. Представитель сборной команды Москвы. Мастер спорта России международного класса. Чемпион мира 2007 года, правильно я говорю? И чемпион России. И чемпион России, соответственно, да. И Андрей Захаров, кандидат в мастера спорта, представляющий сборную команду города Владимира и Владимирской области. Тренируется Камиль Зайпулай под руководством Валерия Валентиновича Волосных. Андрей Захаров под руководством Алексея Васильевича Некишева. Ну, хочу сказать, что Камиль Зайпулай тренируется в клубе боевого самбо Московского энергетического института. Это центр, один из центров боевого самбо России. И, в общем-то, родина, так скажем, 26 лет проработала Анатолий Аркадьевич Харлампиев в МИИ, который является основателем системы самбо. Валерий Валентинович является учеником Анатолия Аркадьевича Харлампиева. Ну, вот мы гордимся этими традициями и продолжаем, стараемся продолжать дело Харлампиева на новом, так сказать, условно говоря, витке развития. Именно боевое самбо сейчас, благодаря вот этому новому времени, мы могли, вот, сейчас проходят такие поединки зрелищные, интересные, универсальные, которые являются как раз, вот, как мы говорим, боевое самбо, это универсальная ударная техника, искрометные броски, филигранные болевые удушающие приемы. Это благодаря вот именно новому, нашему времени. Это дух времени. Это общемировая тенденция. Ну, видимо, Камиль, да, свой коронный прием будет пытаться проводить этот бросок с захватом двух ног. Да, вот как раз он получил балл за сбивание с захватом двух ног. Участник в синей куртке защищается снизу. Ну, я так думаю, что более молодой, конечно, Андрей Захаров, я имею в виду более молодой в плане обучения боевому самбо. Камиль Зайпулаев, естественно, более именитый, недаром он является мастером спорта России международного класса. Ну, вот получает замечание, по-видимому, за выход за ковер, да, Валерий Альтинович? Андрей Захаров. Да, Андрей Захаров получил замечание за выход за ковер. Вот, ну, а Камиль Зайпулаев, конечно, получил большой опыт. Все-таки стать чемпионом России и потом чемпионом мира – это большие достижения и огромный опыт. Поэтому сейчас вот мы увидим, как он распорядится своим опытом в этом поединке. 28 лет Камилю Зайпулаеву. Вот еще раз, вот бросок с захватом двух ног. Да, начал он его с ковра, поэтому, скорее всего, оценен будет, это действие оценено. Да, сам бросок, вот он такой чисто провел, четкий бросок с захватом двух ног. Андрею Захарову 23 года. Оно видно и по манере ведения поединка, конечно, чувствуется, опыт угадывается в осанке, в манере ведения поединка у Камиля Зайпулаев. Хотя пять лет занимается вот и Андрей Захаров, и Камиль занимаются пять лет боевым самым. Ну что, Валерий Валентинович, как-то неудачный захват, по-моему, был у Камиля. Да, и пытался провести ответный прием, такой Андрей Захаров, немножко он у него сорвался. А, в принципе, мог бы и провести такой контрприем. Ну и вот здесь может перейти, конечно, на рычаг локтевого сустава, но что-то он его как-то... Ну, здесь вот статическое положение, край ковра, я думаю, судья поднимет в стойку. Вот, Сергей Акинин поднимает в стойку спортсменов, извращает в исходное положение. Ну вот, 2-0 ведет Камиль Зайпулаев, участник красной куртки. Нужно сказать несколько слов о том, как проводились предварительные поединки. Надо сказать, что по накалу страстей, по динамике действий спортсменов, по обилию досрочных завершений поединка, в общем-то, этот турнир можно выделить в лучшую сторону. Но очень, ну, как сказать, к сожалению, наверное, да, или к радости тех спортсменов, которые это осуществили. Было много нокаутов, нокдаунов, болевых приемов, удушающих. Да, настоящее боевое самбо, как и, в общем-то, все виды побед тут имелись. И победы болевыми удушениями, и нокауты, нокдауны здесь были очень интересные, ярко, зрелищные. Вот, сейчас мы минимум этих поединков видим, то, что вошло в передачу, но, тем не менее, и это очень интересно. Вот сейчас обмен ударами идет, пока в стойке. Достаточно. И опять, вот, бросок с захватом двух ног. Да, я думаю, еще балл, очередной балл Камиль Зайпулаев получает в свою копилку. Ну что, закончился поединок. Ну вот, закончилось время поединка, и по баллам. Итак, весовой категории до 90 килограммов, да? Да. Камиль Зайпулаев становится победителем турнира. 90 килограммов. Ну, а Андрей Захаров, я думаю, что для него... Серебряный призер. Да, серебряный призер, и, в общем-то, это достаточно высокое место для такого уровня соревнований. Практически у нас на соревнованиях не было спортсменов первого разряда. Мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера спорта России, международного класса, и кандидаты мастера спорта. Вот он, коронный прием Камиля, который помог ему стать чемпионом мира и в чемпионате. Ну вот, пожалуйста, видим на пьедестале Камиль Зайпулаев и Андрея Захарова. Ну что, доволен Камиль, Валерий Леонидович? Конечно, конечно. Камиль очень доволен. Что-то радости не видно на лице или умеет сдерживать эмоции Камиль? Камиль рассчитывает на следующий поединок. Он надеется попасть в абсолютную категорию. Ну да. То, что еще предстоит. Поэтому какое-то напряжение все же сквозит во взгляде, да? В преддверии. Ну вот, весовая категория свыше 90 килограммов. Шамиль Вайсуров, кандидат мастера спорта, представитель сборной команды Москвы. Надо сказать о нем, что это прогрессирующий спортсмен. Совершенно недавно тренируется под руководством Рената Садыкова Саида Мусалипова. Вот, но прогрессирует. Причем волевой спортсмен. Но его оппонент, соперник Алексей Олейник. Необходимо отметить, что неоднократный чемпион мира, неоднократным чемпионом является Алексей. Причем победу заслуженнейшую, я бы сказал, победу одержал он в чемпионате мира среди представителей силовых структур. И также является чемпионом мира среди, ну, в национальном не назовешь, да, среди государств. Так ведь? Вот, ну и в последнее время... Ну, помимо этого он был чемпионом Москвы и чемпионом России. Да, ну и я не помню, чтобы в последнее время кто-то мог достойную конкуренцию Алексею Олейнику оказать. Да, Алексей... Кстати говоря, сейчас, по-видимому, Шамиль Вайсуров получил преимущество, заработал бал. Да, бал заработал Вайсуров. Но хочу сказать про Алексея Олейника, что это вот, опять-таки, один из самых титулованных спортсменов на нашем соревновании. И вот до этого он провел пять турниров по, ну, родственному виду спорта, по боям без правил. Миксфайт, прайд. И везде он вышел победителем. Причем досрочно. В ряде зарубежных стран и наших российских регионов. Поэтому это у него вот, вот это соревнование, одной из серии цепи турниров, которые он уже до этого выиграл. Но и сейчас он провел сборы в Ростове-на-Дону, довольно-таки, длительно тренировался на базе клуба «Легион». И, в общем, находится в хорошей форме. А положение на спине является излюбленным положением Алексея. Он мастер проведения удушающих приемов, так называемого треугольника. Удушающих, болевых. И вот сейчас попытка проведения скрутки стопы как раз вот этого болевого на ногу. Вот Вайсуров в таком тяжелом положении, но, тем не менее, защищается, терпит, старается выйти из этого положения тяжелого. Хотя это очень сложно. Особенно у Алексея Олейникова. Да, особенно у Алексея Олейникова. Если, Валерий Валентинович, вы помните, чемпионат мира среди представителей силовых структур на исходе поединка сделал он свой коронный прием. Вы помните его лицо? Оно под ударом, под градом ударов. Спортсмен, по-моему, из Иркутской области был. Он потерял свои обычные очертания, но, тем не менее, свое дело Алексей на последних секундах поединка сделал. Так ведь было, да? Да, да, да. И тут вот досрочная победа. Да, и здесь досрочная победа. Итак, весовая категория свыше 90 килограммов. Алексей Олейник одерживает очередную свою победу и становится победителем международного турнира в данной весовой категории. Но Шамиля Вайсурова мы также можем поздравить для достаточно небольшого стажа занятием боевым самбо. В общем-то, его прогресс налицо. Вот и серебряная медаль международного турнира. Я думаю, что надо сказать, что для него это здорово. И нужно ему сказать спасибо, что он мужественно проводил поединок против именитого соперника. Против мастера спорта России международного класса. Или здесь, Валерий Валентинович, наверное, нужно говорить, что мастер спорта международного класса. Конечно. Итак, весовой категорией свыше 90 килограммов. Бронзовым призером у нас становится Тимур Магдиев. Это представитель Ростовской области. Города Таганрога. Причем нужно отметить, что Тимур Магдиев сколько у нас лет? 40 лет. 40 лет. И вот он имел мужество выступить на турнире. И, по-моему, первый поединок он недосрочно ли закончил предварительной части? Досрочно. Болевым приемом. Болевым приемом. Второе место завоевал Шамиль Вайсуров. Сборная команды Москвы. И чемпионом стал также представитель сборной команды Москвы Алексей Олейник. А это поединок в абсолютной категории. Камиль Зайпулаев. Чемпион 90 килограммов. Да, весовой категории до 90 килограммов. И будет биться он против Алексея Олейника. Только что мы наблюдали победу Олейника в весовой категории свыше 90 килограммов. Итак, поединок в абсолютной категории. Чем он отличается? Это поединок в более... Как у нас? Ну, два сильнейших выходят в поединок за суперприз. За суперприз. Ну, нужно еще сказать о правилах. Ведь по правилам поединок в абсолютной категории ведется в трех раундах. По называемым жестким правилам. Жестким, да. В жестком стиле. Три раунда по три минуты. Правильно? Да. И если даже эти три раунда не выявят победителя, то еще назначается один раунд. Да, если нет досрочной победы, то победитель, по мнению судей этого периода, выходит на поединок с обнаженным торсом. Вот это характерное отличие жестких поединков. Да, система проведения поединка по жесткой системе боевого саму. Или по более жесткой системе боевого саму. Ну, вот сейчас мы видим первый период. Обмен ударами. Неплохую технику ударов коленями продемонстрировал Камиль. Ну, вот ответил тут же Алексей Олейник. Не застоялся. И коленом ударил. Ну, вот здесь видим какое-то преимущество должно быть отданно Камилю. Хотя здесь по более жесткой системе не назначаются баллы, не отдаются очки. Здесь учитывается только мнение судей. А судьи могут учитывать все действия, конечно. Количество баллов тут не объявляется. Ну, не стал сейчас наказывать Камилю. Судья на ковре. Хотя Камиль вышел за пределы ковра. Ну, вот балл проводит Камиль. И, по-моему, на мой взгляд, ведет он. Если уж по системе. Плюс балл. Ну, да. По крайней мере, он провел два действия. Ну, надо отдать должное Алексею. Да, это его любимая, излюбленная позиция. И вот он будет выжимать все полезное, что можно. Нет, ушел, по-видимому. Уйдет, да, Камиль? Катается уйти Камиль, да. Но вот... Не отпускает. Захват очень плотный. Алексей прихватил ногу. Не дает. А вот сдача. Сдача. Ну, вот видите. Вот не дошло до следующих периодов. Ну, как это? К сожалению, зрителей. Но к радости Алексея Олейникова он заканчивает этот поединок в абсолютной категории досрочно. Удушающим приемом. Итак, Алексей Олейник победитель в абсолютной категории. Ну, вот повредил ухо Алексей Олейник. Но в борьбе лежа что-то произошло. Вот, пожалуйста, демонстрирует свой коронный излюбленный пример. Прием Камиль Зепулаев. Здесь обмен ударами. И вот этот коронный треугольник как раз. Да, и вот здесь довел. Довел, да? Да. Довел. Хотя не совсем классическим образом исполнено было. Но Алексей Олейник – это мастер. Удушающий приемы снизу бедрами. Итак, в абсолютной категории победителем стал Алексей Олейник, мастер спорта международной категории. А огромную помощь в организации и проведении международного турнира оказала компания «Стройбизнес индустрии», генеральным директором которой является Абдул-Хаким Ахмадович Кагиров. Он же вице-президент Федерации боевого самбо России. Благодаря ему во многом и состоялся этот турнир. Это яркое зрелище по боевому самбо. В командном первенстве места расприялись следующим образом. Третье место – Санкт-Петербург. Второе – Республика Дагестан. И победители – город Москва. Для вас работали Ренат Рифович Садыков и Валерий Валентинович Волосны.